Здесь остановились мы. Вчера вечером потемно. Время шестой час утра. Проснули. Замерзли. Сегодня получше утеплим. Будет потеплее. Татьяна уже приготовила завтрак. Сейчас позавтракаем. Рядом здесь заправка Роснефти. Заправимся и поедем дальше в путь. Уже готов завтрак. Вот такой вот. Сейчас покушаем, да поедем. Вот он наш завтрак. Кофеек, яички, бутербродики. Всем приятного аппетита. Вот. Не то, что мы на газели. Люди ночью не боятся путешествовать. Подъезжаем к Шимановску. В принципе, пейзажи однотипные. Тайга, сопки на сопку. Спускаешься. Тут же подъем. Ну, что сказать. Чувствуется, что едем по северу. Ночью было минус ноль, где-то минус один, минус два точно, наверное, был. Едем. Многие реки стоят еще наполовину во льду, хотя 3 мая. Ну, дальше, я думаю, будет еще холоднее. Дорога хорошая. В принципе, сильно не утомляешься за счет того, что ни степи вокруг, ни поля. Как бы, глаза. Есть чему зацепиться, посмотреть вокруг. Едем дальше. Мы проехали, получается, 40... Да почти, почти 50 километров. 47 километров. Только сейчас следующая заправка. Вообще, в этом направлении, смотрю, раньше я сделаю Владивосток, чаще встречаются и кафе, и встречаются и заправки. Здесь заправка раз в 50 километров, а кафе и того реже, со стоянками, с нормальными паркингами, с отелями, с этими-то там ночлежками хотя бы, хоть как-то. Кстати, вот подъезжаем к Шимановску. Вот она, развязка на Шимановск пошла. В Шимановск мы же заезжать не будем. Это большая петля такая у нас получится. Ни к чему нам ездить с прицепом через населенные пункты лишние. Едем дальше по федералочке. Нам, единственное, надо будет остановиться возле магазинчика какого-нибудь. Купить, забыли, соль положить. Хоть что-что, соль забыли. Соль и самое главное, туалетную бумагу забыли положить. Две таких жизненно важных вещи. Хуры здесь не парятся. Сплошная, не сплошная. Как бы, все условно. Развязка на Шимановске пошла. Ну, какую развязку сделали. До Читы 1369 километров. Да, конечно. По инфраструктуре. Не знаю, как там дальше. Но пока не радует. Дорога хорошая. Все четко. Оставь ровный. Как бы. Хотелось бы, маленько могли бы ее и пошире сделать. Для федеральной трассы. Но этот участок, ну ладно. Хотя бы нормальная, ровная. Без дырок. Но почему нет заправок, кафешей, на монтаже. Это прям магазинов. Федеральная дорога. Тебе, чтобы что-то купить. 21 век. Да, 21 век. Чтобы что-то купить. Сделать там колесо. Еще что-то. Вообще, все люди есть потребности. Нету. Связь плохая. Связь плохая. По крайней мере, на этом участке. Йода и Билайн у меня. То пропадают, то и е. Ну вот, как-то хотелось бы, конечно, да. Инфраструктуру лучше. Посмотрим. Дальше будем снимать. Ой-ой-ой. Начинается дровиком. Ремонт дороги. 16 километров. Перед Ушумуном. Да, с темпингами в эту сторону, в западную. Проблема с заправками в сторону Владивостока. Намного интереснее ехать. Остановились, проехали. Так, сейчас я скажу, сколько мы сегодня проехали. Проехали мы 205 километров. Остановились выйти. Татьяна захотела багульника в салон нарвать. Тут еще багульник цветет. Сейчас сходит. Оденется, сходит, нарвет. А, не, Ленуська у нас там проснулась, спала, проснулась. Говорит, хотя бы без меня собрались выходить. В общем, темпинге раз в 100 километров заправки с такой же очередностью. Чем дальше сюда, в сторону Читы, едешь, тем реже они встречаются. И везде вот такая картина. В большинстве случаев. Все сгоревшее. Печальненько. Очень печально. Бережем мы то, что имеем. Анна, передохнем, доедем дальше. Ну, а чем дальше на север, тем природа все меньше и меньше. Проезжаем район Прииска-Пионер. Деревья уже как кустарники становятся. Ну, в общем, проехали поворот на Макдагачи. Опять ничего нету. В Макдагачи не стали заезжать. Петлю делать. Ни заправок, ни магазинов здесь ничего не было. Едем дальше. Итог. По всей федералке нам не встретилось пока ни одного магазина. И кафе было последнее, наверное, километров 150, а то и 200 назад. Вот так вот дальше едем дальше. Дальше посмотрим. Ну, вот проехали 200 километров. И только через 200 километров... Извиняюсь за тряску. Через 200 километров заправка. От заправки до заправки 200 км. В общем, ребята, если будете здесь ехать и думать, что да ладно у меня там полбака. На следующие заправлюсь. Полбака вам уже до следующей не хватит. Вот как-то так. Это что такое? Это мы едем в Сковородино дорога. Федеральная трасса Амур. Вон, 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 справа, смотри. Вот он, блин, вдоль дороги. О, аж температура. Уже растал. Ух, жара какая. Вон она, все. Мы с тобой, Ленусьчин, супербодеры. На чем можно сказать? На подъезде мы в Сковородино проехали. А, вернее, да, проехали мы Невер, заправились вот на этой заправочке. Здесь вот такой комплекс. Думали, ну здесь-то по-любому магазин есть. А оказывается нет. Только кафе и приют-уют. Все, ребята, ну как так? Мы проехали, выехали как с Белогорской трассе. Ну ладно, сегодня утром мы выехали. Было 205 километров, да? Сейчас 680. И ни одного магазина по федеральной трассе. Но я, конечно, понимаю, что Россия у нас от Волги до Енисея. На Дальнем Востоке же тоже люди живут. Ну как-то вообще не по-человечески. Инфраструктуры нет никакой. Сейчас вот вышли. Тут детская площадочка. Пойдем ребенку кач-кач поделаем. Конечно, ей-то надоело уже в машине сидеть хоть маленько. Костя разомнем. В общем, вот так вот. Не серьезно, конечно. Сделали трассу и все. Ездите как хотите. Ты не в туалет не должен ходить. Не в магазине тебе никаких потребностей. Ничего. Не в ремонтах. Да, ну возле Невера был там шиномонтаж грузовой. Но это вот единственный задолгое, долгие километры. Зато елка вот еще стоит с Нового года. Она, видите, она туда вбита. Она не растет. Она с Нового года чуть-чуть стоит. Ну как-то так. Вот так вот сейчас покатаемся. Да, Длинностин? И поедем дальше. Покачаемся, да дальше поедем. Возле заправки увидели надпись «Зимний сад». Зашли. Вот такое вот интересное. Кафе. Уютненько так здесь. Фонтанчик. Птички. Рыбки. Ну, вот шашлык, в принципе, очень даже приемлемая цена. Ну. Для кафе здесь странно. Очень даже неплохо. Какая-то, 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 какая-то. Угу. Вот. Избушка на курьих ножках. С бабой-гой. Сейчас солнце светит. Подойду под другим углом. Вот. Вот так вот, а видно, должно быть. Ну, а мы поехали дальше. Ну, ремонтные участки дорог. Дровичка. Не знаю, насколько. Большой участок? Десять тысяч. Десять тысяч? Супруга говорит. Татьяна. Десять километров. За Сковородино мы уехали. Километров двадцать пять. Вот такая красота. Вот так, ну, высоко. Не знаю, передаст. Камера нет. Очень далеко. Сейчас попробую притормозить. Притормозить. Сзади никого нет. И снять вот отсюда. Очень высоко. А там впереди еще выше перевалы. Так что, впереди самое интересное. Вот такие высокие мы перевалы сейчас проезжали. Что вон здесь, спереди сопочки. Кажется, такими маленькими. Вот такие красивые закаты у нас в дороге. Где-то возле границы с Читинска. За Байкальским краем. Если хотел сказать Читинска. За Байкальским краем. Где-то возле границы. Ну, вот и все. Доехали мы до края нашей родины малой. Амурской области. Все. Прощай, Амурская область. Сейчас пойдем, наверное, сфотографируемся. Стоим как раз на границе. Там Амурская область. Там Забайкальский край. Сибирский федеральный округ. Вот так вот. Все. Мы пошли селфи делать.